Привет, мой друг! Меня зовут Давыденко Олег. В этом видео я расскажу, что мне прокачали лимиты на ebay. Поехали! Ну, ребята, мне прокачали лимиты, да, и это меня радует, почему бы и нет. Теперь я могу выставить 5420 предметов в своем ebay магазине. И общая сумма, которую я могу сейчас выставить, это 324 тысячи долларов. Вот на сегодняшний момент до этой отметки я смог прокачать лимиты ровно за полтора года в своем ebay магазине. У меня было 10 лотов и 500 долларов полтора года назад. И сейчас у меня уже 324 тысячи долларов и 5400 лотов. И я не скажу, что я прям усердно там работал. Да, в будущем, вот сейчас, в следующий год, я прям активно начну ebay уже заниматься. Не так, как бы, я еще считаю, что я это не активно делаю. У меня много, как бы, вариантов. Я смотрю, как я могу развиваться. И вот в следующем году я уже планирую прийти к 10 тысячам лотов. И мы все это увидим на моем YouTube-канале. Весь этот, в принципе, прогресс, которому я прийду к следующему году. Да, ребята, вот такой промежуток времени вроде, да, полтора года. И ни туда, ни сюда, и ни много, и ни мало, да. Но в то же время, вот вы сейчас видите на моем столе, это вот предметы, про которые я вам рассказывал. И тут у меня на столе их 8 предметов. И вот эти 8 предметов я буду отправлять в разные страны, Дания, Америка. И в прошлом году у меня было там только 10 лотов выставлен на ebay, которые я мог. А сейчас я вот за раз, просто вы видите, да, я буду отправлять 8 предметов. Пройдет время, я уже буду там отправлять больше и больше. И это разнопрановый товар, да. Не каждый как бы верит в эту. Многие думают о хинеи. Это вот Николай II я вам рассказывал. Монета фотоаппарата Olympus я продал за 42 доллара. Вот такая чай за 15 долларов. Видеокарта 9800 GT, Талисманы любви и удачи, вот такая книжка, Берия, Смелость, Мужество, Отвага, Травник. Да, вроде все, как бы, да, не пойми, что там, вроде какие-то непонятные вещи. А это все доллары, это деньги, которые падают мне на PayPal счет. И меня это радует. Вот я понимаю, что я не зря работаю. Для кого-то это, как бы, фигня. Ну, уже, по крайней мере, я понимаю, что eBay не просто так мне прокачал лимиты 324 тысячи долларов. Например, в прошлом месяце у меня получилось около 48 продаж вот этой всякой непонятной, непонятных товаров, да. Для кого-то они непонятны, а для меня это четкий и понятный план, которому я, как бы, придерживаюсь, которому я иду. А для кого-то, может быть, что-то, какие-то непонятные предметы, непонятные книги, что это за книги, кому они нужны, что это за фотоаппарат, что это за видеокарта, это что за пластмасска тут стоит непонятная. Для кого-то непонятное, а для кого-то это все понятно. И вот сейчас я вот смотрю, да, в прошлое, я как бы даже не мог себе представить, что я в принципе уже в следующем году у меня будет уже больше 2000 лотов, и я даже сейчас пока себе трудом представляю, что у меня на следующий год будет 10 тысяч лотов, а дальше мы посмотрим, что будет. На следующий год у меня уже будет 10 тысяч лотов, и мы также постоим с вами тет на тет, вот так поговорим, и я вам расскажу, что же я продал на ebay, а уже будет передо мной лежать не 2, не 3, не 5 предметов, а думаю побольше, и про эти предметы я буду вам также рассказывать. Меня радует, что есть прогресс, да, то есть, если мы будем сидеть на одном месте и продавать там одну книжку, одну монетку и радоваться, ну это одно, а дело в том, что нужен прогресс, и вот когда этот прогресс идет, 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 и ты видишь результаты, да, и ты понимаешь, а почему бы тебе и не замутить еще круче, а почему бы тебе не сделать еще интереснее, а почему бы тебе там ни обороты не увеличить еще в разы, и ты начинаешь тоже вот это мыслить, развиваться и так далее. Лимиты, конечно, это хорошо, ребята, ну понятное дело, нам нужны продажи, и вы часто мне задаете вопросы, почему я не могу продать, я вроде все делаю правильно, я вроде и цену маленькую ставлю, но, ребята, я вам как бы постоянно говорю, вы должны понимать, к чему вы идете, и вот это какая-нибудь конечная цель хотя бы первого этапа. Например, у меня даже сейчас, вот у меня 8 предметов, это не моя цель. Да, их продал, я их отправлю, как обычно, но у меня цель 10 тысяч лотов, остальное мне как бы, ну, все равно. Ну, не сильно все равно, но тем не менее, это не моя глобальная цель, к которой я иду. Если у вас 10 лотов, когда вы мне задаете вопрос, у меня 10 лотов, почему меня не покупают, а вы задайте вопрос себе, а почему у вас кто-то должен что-то купить? Там сотни тысяч, миллионы разного рода товаров, да, и почему именно ваш магазин, именно ваш лот кого-то должен заинтересовать? Еще, если у вас там их всего 10 штук, и у вас еще нет отзывов, ну, как бы, рано еще вообще, ребята, о чем-то говорить. Вы должны привлечь людей, вы должны сделать отзывы, вы должны прокачать лимиты, вы хотя бы должны забить свой магазин до 50 лотов, хотя бы такую маленькую ступеньку, от которой вы должны начинать двигаться дальше. Если вы даже до этого не дошли, то о каких вещах вы можете говорить? Вы выставили 10 товаров, продайте хоть один, сделайте минимальную цену, продайте себе в убыток. Но если вы сделаете себе цель, вначале хотя бы, чтобы вам лимиты прокачали до 50, прокачая, сразу заполните магазин, потом уже расширяйте магазин, увеличивайте лоты, смотрите, как все это происходит. Как вы знаете, я двигался как? У меня были лимиты 10 лотов, я выставил 10 лотов, я думал, думал, я писал письма, мне нужны прокачки, они мне не прокачивают, сейчас намного проще. В прошлом году было сложнее прокачиваться, сейчас вообще там продажа, там легко прокачиваются лимиты. Продажа за продажей, я там сделал пару продаж, мне прокачали до 20, а у меня предметов около 50 тогда на руках было. Я думаю, блин, ну такими темпами, ну я потихоньку из месяца в месяц, и уже там где-то к середине, за полгода я там где-то к 500 лотам пришел. Тоже вот так смотрю, уже 100, 200, 500, и я все, блин, все пруда тысячи, по-любому, как бы даже не задумываясь, я набирал обороты и добрался до 1000 лотов. И там я тормознул, я вам рассказывал, и думал, стоит ли мне двигаться дальше, и потом я в один прекрасный день проснулся, а почему, как я могу сидеть так долго на одном месте и в этих 1000 лотах, мне надо двигаться дальше, и все, я взялся. Если я взялся с 1000 идти дальше, то значит я иду до 10, тут как бы даже у меня другого варианта не было. То есть если я решил делать этот шаг вперед, к 10000 лотам, я значит тут к 10000 лотам. Сейчас я уже думаю, как это будет располагаться в том месте, где у меня будет склад, как у меня будут стоять стеллажи, как я буду это все искать, вот это все правильно найти, чтобы много времени не тратить, как я смогу отправлять быстрее и так далее и тому подобное. То есть я уже думаю все наперед, что будет там на следующий год. Например, знаю, что у меня на следующий год будет 10 тысяч лотов. Значит, сколько у меня будет продаж, значит, нужен ли мне будет еще человек, или я могу справиться сам и так далее и тому подобное. То есть и вы также должны рассуждать. Если у вас цели никакой нету, я хочу продавать. А почему меня не покупают? Ребята, это не цель, это никакой перспективы от этого не будет. Вы должны поставить четкую цель, либо вы увеличиваете количество лотов, или вам нужны, например, вы хотите много денег, да, что-то там сильно заработать, ну и так далее. То есть у каждого свои планы, да, у меня как бы нет такого сейчас. Я вот хочу много заработать, я хочу 10 тысяч лотов, а там посмотреть. То есть у меня как бы вот такая на сегодняшний момент цель. А там я посмотрю, ну, к чему это приведет. Если меня это удовлетворит, этот результат, я буду двигаться дальше. Не удовлетворит, я буду думать что-то еще. Но пока у меня цель на сегодня, это 10 тысяч лотов в следующем году. Я уверен, что этого добьюсь, ну, потому что я вижу прогресс. То я вам даже рассказывал о двух предметах, да, там. Сейчас я уже вижу, что я по 4, по 5 могу предметов рассказывать. Вот у меня за несколько дней там 8 предметов накопилось, которые я буду отправлять. Я вижу, что у меня будет прогресс. И я уже знаю все лучше и лучше, что мне надо продавать, по какой цене, как стимулировать покупателя к тому, чтобы он еще раз приходил ко мне, чтобы он покупал не один предмет, а несколько за раз и так далее и тому подобное. Это я все обдумываю, и это такая у меня стратегия, в которой я иду. Ну, вот такая, ребята, вот такие, ребят, дела. Вот такая моя прокачка лимитов, которую я прокачал. Да, совсем недавно я получил письмо, это меня обрадовало. Значит, все я делаю правильно, значит, правильно развивается мой магазин и правильные мои действия. Ну, такие, ребят, дела. Вопросы будут задавать. И всем желаю хорошо прокачать лимиты. Думайте, я вам еще раз говорю, к чему вы идете. Не просто там, я хочу продавать, о чем мне никто не покупает. Делайте хоть какие-то цели или 50 лотов или тому подобное. Ну, хоть что-то, хоть что-то подумайте, что вам делать, как улучшить свои продажи. До новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова